На главной площади столицы состоялся традиционный фестиваль семейного творчества «Аистенок». В год матери-отца праздник получился особенно ярким. За 9 лет в «Аистенке» приняли участие более 400 семей. Фестиваль давно перестал быть простым конкурсом колясок. Сегодня это настоящий карнавал, где главными участниками являются дети и их родители. Сказка-коляска, эко-коляска, коляска будущего, национальный колорит и маленький патриот. Такое условное разделение по группам сделали организаторы праздника. Более ста чебоксарских семей представили на конкурс свои творческие работы. Уже 9 год на этой площади мы собираем самых активных, креативных молодых пар, молодых семей. Семья – это ячейка общества. И какое будет общество, конечно же, дорогие мои родители, зависит только от вас. Сказочные принцессы, пираты и герои комиксов. Такими образами компетентное жюри уже не удивишь. В год матери и отца участники фестиваля решили оставить свой след в летописи столицы. Некоторым фантазиям чебоксарцев могли бы позавидовать самые смелые дизайнеры и изобретатели. К примеру, эта коляска «Аэрокарт» работает исключительно от положительных эмоций. «Аэрокарт» – воздушная машина. Мы долго думали, сооружали, собирали совместными усилиями. Дети нам помогали. Вот готовая коляска. Семья Фиксиков с их «Аэрокарт» выступила в номинации «Коляска будущего». Рядом с ними стройным шагом промашировала семья Трофимовых. Они сделали акцент на космическую тематику. Коляску декорировали по вечерам, в свободное от работы время. Помогали родителям и младшие дочки – Варя и Катя. Нам было очень интересно поучаствовать в этом конкурсе, влечь в это участие наших детей. Когда мы готовились к этому проекту, они обе пытались с нее залезть вот в этот космический корабль, испытать его. А эта семья выбрала самую важную, на их взгляд, номинацию – «Маленький патриот». Мы решили патриотизм поднять у детей, и таким образом мы выступаем в военной форме. Совместный труд сблизил и семью Гуслеровых. На Красную площадь они вышли в старинных чувашских костюмах. Коляску сынишки украшали больше месяца. В ход пошли старинные бабушкины украшения и мамины ткани. За два конкурсных часа на площади собралось рекордное количество народу. Случайные прохожие не могли отвести взор от произведений дизайнеров-любителей. Есть и еще один положительный момент в этой истории. Фестиваль сплачивает чебоксарские семьи. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Республика.